Результатом нашей консультации стало следующее. Мы в ответ на прекращение огня со стороны Киева обязуемся прекратить огонь со своей стороны. Не вести боевые действия со своей стороны. Срок действующего прекращения огня тот же самый, как мы объявлены официально в Киеве. До, если не ошибаюсь, 10 утра 27 числа. Также мы хотим вам сказать, что мы надеемся на то, что за этот период будет организован режим мониторинга со стороны Российской Федерации, со стороны ОБСК, за соблюдением этого режима. Мы надеемся на то, что за это время, за время прекращения совместного прекращения огня, прекращения огня с обоих сторон, мы сможем договориться и перейти, по крайней мере, начать консультации о ведении переговоров о мирном регулировании и окупировании. Мы ожидаем, что в ближайшее время позиция представителей Донецка и Луганска будет дополнительно проработана, и они заявят нам о своей готовности продолжить эти консультации с тем, чтобы решить две проблемы. Первая – это достижение устойчивого перемирия или устойчивого мира, невозобновления огня, и вторая – это запуск инклюзивного переговорного процесса. Вот в этом была цель нашего приезда. Именно эту задачу формулировали для нас как представители Европейского Союза и ОБСЕ, так и представители России и президент Украины. Я рад, что такие консультации у вас состоялись. Вы прекрасно понимаете, что это не просто была организовательная встреча, и никто не ставил перед собой задачу разрешить такой анонимный комплекс проблем, который сегодня. Он действительно очень полезен для обеих сторон. И я хочу поблагодарить, что сегодня пришел один из самых главных – прекратить военные действия, условно говоря, с обеих сторон. Если это с обеих сторон будет соблюдаться, тогда, дай бог, дальше само собой начнется нормальный мирный процесс.